Музыка Ну вот так, тихо, спокойно, сижу в аэропорту, жду своего выбита В очередной раз на моей любимой дельте И... На далекой Амазонке не бывала я никогда Никогда туда не ходят иностранные суда Только Дон и Магдалина, быстроходные суда Только Дон и Магдалина ходят по морю туда Из Ливерпольской гавани всегда по четвергам Сюда уходят в лавни к далеким берегам Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию И я хочу в Бразилию к далеким берегам Никогда вы не найдете в наших северных лесах Ни на хвостах ягуаров, броненосных черепах Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей Такое изобилие невиданных зерей Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию И я хочу в Бразилию к далеким берегам Бразилия Страна расположена в тропических широтах И отличается достаточно высоким уровнем жизни Сюда ежегодно приезжают миллионы туристов Со всего света, чтобы увидеть бразильские контрасты Своими глазами и окунуться в омут южноамериканских городов с головой Наиболее популярными городами среди путешественников Считаются, конечно же, Рио-де-Жанейро С его богатой историей Обилием памятников и живописных пляжей Столичная Бразилия, живописный Сальватор И, конечно же, один из крупнейших городов мира Сан-Паулу В который мы с моим хорошим другом Тенисом Прилетели из Рио-де-Жанейро Полет составил около одного часа Обо всем постепенно Расскажу немножко про город Сан-Паулу Город Сан-Паулу является столицей одноименного штата Население сегодня составляет свыше 14 миллионов И то это без учета жителей пригородов Совместно с которыми, по некоторым данным и оценкам Многих тревел-блогеров, в том числе, скоро перевалит за 40 миллионов Город и его пригородная часть занимают площадь практически равную 8000 километров И лежат на высоте 640 метров над уровнем моря А его высочайшая точка считается Пикада-Жарагау Гора, вершина которой находится на высоте 1100 метров над уровнем моря Город расположен в зоне влажного субтропического климата Что обуславливает достаточно комфортный температурный баланс и высокую влажность Благодаря которой город буквально утопает в зелени История этого города, выросшего в 70 километрах от побережья Атлантики Начинается с 16 века, с небольшого иезуитского поселения Рассвет Сан-Паулу приходится на 17-18 век Именно в это время сюда буквально огромным потоком хлынули разномастные авантюристы Желающие по-быстрому разбогатеть В Сан-Паулу того времени процветает работорговля и прочие темные дела Оправили бал так называемые бандейранты Те самые авантюристы, искатели легкой наживы Но, несмотря на все эти нечестные способы заработка Именно эти ребята способствовали росту города И обнаружению новых богатств региона, например, золота Ставшего позднее базисом для строительства крупного мегаполиса Коэма является Сан-Паулу сегодня Одной из центральных достопримечательностей сегодня В Сан-Паулу является именно памятник бандейрантам Именуемый Монументес Ас Бандейрас Когда рабство было отменено Сан-Паулу переключился на экспорт кофе Доход которого был ничуть не меньше, чем от торговли черным деревом Именно так местные называли работорговлю Рост спроса на кофе спровоцировал очередную волну миграций За лучшую жизнь сюда приехали жители Старого Света Азии, Африки Всего более сотни различных этносов Сегодня можно насчитать в Сан-Паулу И именно эти люди считают его своим родным домом В честь прибывших сюда людей Даже был открыт музей, мемориал миграции Если говорить о Сан-Паулу То прежде всего Сан-Паулу в масштабах Латинской Америки Это все равно, что Лондон для Европы Или Франкфурт для Европы Здесь сосредоточена вся финансовая жизнь Сан-Паулу это финансовая столица Не только Бразилия, но и всей Латинской Америки И на главной улице, которая называется Авенида Паулиста Сосредоточены все офисы крупных банков, компаний И телестудии, киностудии В общем, вся жизнь вот именно вот здесь и протекает Город очень чистый Нет практически мусора И это радует, потому что Приехав в Бразилию, я немножко ожидал другого Как писали многие тревел-блогеры Говоря о том, что Бразилия это прежде всего антисанитария Ребят, ничего подобного Чисто, никакого запаха, нечистот нет И мне в принципе здесь все очень нравится Совсем другая жизнь начинается, когда опускается темнота на город Как в принципе и в любом крупном городе В любом крупном мегаполисе Просыпаются всякие криминальные друзья Которые могут доставить вам массу неудобств Поэтому если вы идете гулять Не, как мне сказала наша бразильская партнер Что нужно выглядеть невозбуждающе финансово Поэтому надевайте самую простую одежку Не берите дорогих аппаратов, телефонов И не берите никаких сумок Чем меньше у вас в руках, тем меньше вы привлекаете внимания Сегодня Сан-Паулу признан крупнейшим городом Южной Америки И всего Южного полушария А также самым густонаселенным городом всего Западного полушария Также город считается экономическим драйвером всего Государство Бразилии и даже обвал цен в начале 20 века на кофе Практически не сказался на экономическом здоровье города Так как на тот момент уже городское хозяйство было разделено И не зависело от данного вида сырья Я говорю про кофе Сегодня здесь расположены крупнейшие головные офисы Транснациональных корпораций Сфера услуг и туризма является одной из основных доходных статей экономики мегаполиса Для того, чтобы сделать город привлекательным для туристов Вот уже два столетия регулярно строят всевозможные живописные отели Разбивают тропические парки и сады И, конечно же, регулярно проводят красочные карнавалы Конечно, они такие же, как в Рио-де-Жанейро, разумеется Но со своим колоритом Вообще в городе Сан-Паулу работает очень много тематических музеев Чтобы посетить их, потребуется не меньше недели Больше чем музеев, в Сан-Паулу только парков В свое время их разбивали в честь знаменитых личностей Ну, памятных дат и так далее Имеются в городе старинные культовые сооружения Такие, например, как монастырь Святого Бенедикта Основанный в XVI веке Здесь же в городе расположен один из самых крупнейших стадионов Бразилии Стадион Морумби Где частенько проводят свои лучшие игры Знаменитые бразильские футболисты Это всего лишь та маленькая часть красоты и достопримечательностей Которые можно увидеть, посетив этот город А у меня было всего лишь три дня Каждый, кто выберет на путешествие в Сан-Паулу Сможет во всех деталях почувствовать настоящую Бразилию Окунуться в море развлечений Которых здесь хватает Как и в любом крупном мегаполисе На этом, пожалуй, скажем до свидания, Бразилии Но лишь для того, чтобы вернуться домой И начать планировать новый отпуск Потому что Бразилию стоит посетить и не один раз Соблюдайте все меры предосторожности И в любой стране вам будет комфортно В любой стране вам покажется отдых настоящим раем Что ж, дорогие друзья, спасибо, что все это время вы были на моем канале Смотрели этот выпуск Поставили наверняка лайк Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях Буду рад ответить на каждый вопрос На этом все До встречи в следующем выпуске, который будет посвящен Лас-Вегасу Друзья, пока-пока На далекой Амазонке не бывал я никогда Никогда туда не ходят иностранные суда Только Дон и Магдалина, быстроходные суда Только Дон и Магдалина ходят по морю туда Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам Суда уходят плавни к далеким берегам Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию И я хочу в Бразилию к далеким берегам Никогда вы не найдете в наших северных лесах Ни на хвостых ягуаров, броненосных черепах Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей Такое из обилий, невиданных зверей Как тебе приют, Денис? Очень классно Мне нравится, что здесь так тепло Мало народа Идеальное время А еще раз приедешь сюда? Конечно, и не один раз Следующий пункт программы это Картамбол Вы нужно обязательно шестереть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!